МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Шардаринском районе Южно-Казахстанской области сдали в эксплуатацию современную компрессорную станцию. Реализован этот инвестиционный проект национальной компании «Казмонайгаз» совместно с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Проект позволит не только газифицировать населенные пункты Южного региона, но и повысить производительность газопровода и увеличить объемы транспортировки газа до 25 миллиардов кубометров в год. Эта станция является частью транснационального проекта Центральной Азии-Китай, который связывает сразу четыре государства – Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай. Строили ее почти три года около тысячи специалистов. По мнению исполнительного вице-президента по транспортировке и маркетингу газа национальной компании «Казмонайгаз», с ее вводом Казахстан смог удвоить восточный транзит газа и экспортировать казахстанский газ. На станции установлено самое современное оборудование от ведущих мировых производителей. Вкопе с инновационными технологиями они обеспечат высокую безопасность рабочего процесса, в том числе экологическую. На сегодняшний день в Казахстане практически полностью обновлена газовая инфраструктура, что позволит стране стать серьезным игроком в мировой газотранспортной системе. Представляя важнейший коридор Казахстан-Китай, республика максимально использует свой транзитный потенциал за счет строительства современных компрессорных станций. Мощность транспортировки нитки «С» составляет 20 миллиардов кубов газа. На следующий год мы еще запланировали еще две компрессорные станции, тогда мы выйдем на проектную мощность. 55 миллиардов кубов газа – это с Туркмени, с Узбекистана, в том числе 5 миллиардов кубов газа – казахстанского газа. В Международном аэропорту Алматы запущена в эксплуатацию модернизированная взлетно-посадочная полоса. По словам экспертов, техническое оснащение воздушной гавани не имеет аналогов в странах ближнего зарубежья и позволяет принимать самолеты при любых погодных условиях. Проверить качество работ в аэропорт приехало руководство города, а также ветераны гражданской авиации и общественные деятели. Сегодня же новую полосу протестировали и успешно приняв первый пассажирский самолет. Отметим, в реконструкции задействовали высокотехнологичное оборудование, что позволит значительно снизить сроки модернизации. Само полотно соответствует международным стандартам, имея длину почти 4,5 километра и ширину 60 метров. Это, по словам специалистов, дает возможность принимать как небольшие самолеты, так и крупные воздушные суда с максимальным взлетно-посадочным весом. Стоимость проекта 5,9 миллиардов тенге. Эта полоса построена, оборудована светосигнальным оборудованием третьей Би-категории, которая не существует в нашем СНГ. В связи с тем, что в Казахстане, в Алмате, в Алмате бывают туманы, вы знаете, чтобы было комфортно нашим пассажирам, чтобы наши воздушные суда не уходили на запасные аэродромы. В Кахшетау открыли аллею Жастар. На эти цели из областного бюджета выделено более 56 миллионов тенге. Здесь установлены пешеходные дорожки, высажено почти 200 саженцев хвойных пород деревьев. Есть футбольная площадка. Сегодня в городе торжественно открыты несколько придворовых спортивных площадок и аллеи железнодорожников. К слову, в областном центре в этом году установлены 22 игровые площадки, 7 спортивных, построены 5 объектов для любителей стрит-воркаут. На сегодняшний день в Кахшетау проживают 40 тысяч молодых людей. Это 26% от общей численности населения. Переговоры за океаном провели представители правительства и бизнеса. Для Беларуси Бразилия представляет особый интерес. Сейчас она входит в десятку ведущих мировых экономик. В минувшем году объем взаимной торговли превысил полмиллиарда долларов. В основном Беларусь поставляет партнерам калийные удобрения. И в этот раз подписан новый контракт на 35 миллионов долларов. Из Бразилии в Беларусь везут прежде всего сахар. Сейчас рассматриваются новые позиции. Обсуждение развития связей продолжится в Минске. На будущий год уже намечено новое заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев не исключил возможность создания зоны свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции после заседания Совета глав правительства ШОС. Он напомнил, что уже работает зона свободной торговли с Вьетнамом на подходе Сингапур, Израиль и Иран. Премьер отметил, что ряд участников ЕС не входит в состав ШОС. На пресс-конференции Медведев также призвал к скорейшему созданию банка развития ШОС и специального счета. Кроме того, Медведев заявил, что Россия не видит препятствий для вступления Ирана в ШОС. По его словам, раньше были сложности с урегулированием ядерного статуса Ирана, но сейчас эти проблемы остались в прошлом. При этом он напомнил, что все решения относительно появления новых членов ШОС принимаются консенсусом. Среди главных вопросов также было формирование большого евразийского партнерства. С инициативой масштабного проекта выступила Россия. Медведев отметил и большие перспективы у сотрудничества ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь». В числе важных задач шанхайской организации значится и развитие инновационных производств. Саммит впервые прошел в формате «восьмерки» с участием Индии и Пакистана. Следующая встреча глав правительств ШОС состоится в 2018 году в Таджикистане. Надо развивать инновационные производства, создавать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Убежден, что государства ШОС могут внести значительный вклад в мировой прогресс. Мы обладаем передовыми технологиями и компетенциями в таких сферах, как освоение космоса, авиастроение, автомобилестроение, атомная энергетика, электронная промышленность, IT-индустрия. Ну и самое главное, есть высококвалифицированные кадры и образовательные учреждения. В каждом районе Беларуси появятся консультативные советы по развитию предпринимательства. Решение обсудили на встрече в Могилеве. Как начинать собственное дело, оперативно реагировать на изменения рынка? В советы войдут предприниматели с опытом и представители местных властей. Новый документ, направленный на улучшение бизнес-климата, предполагает как раз кардинальное изменение механизмов взаимодействия госорганов и частников. Сегодня в Могилевской области треть бюджета формируется за счет малого и среднего бизнеса. С начала года в регионе открылось 400 фирм, а это более 2000 новых рабочих мест. Кроме декрета уже было легко, проверками легче ли уже, МЧС к нам не ходит, ни санэпидемстанция, ни каждый месяц не приезжает. Я считаю, что все сделано для того, чтобы мы работали и развивались. Крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор был подключен в пятницу к энергосистеме Южной Австралии. Аккумулятор PowerPack мощностью около 100 мегаватт был построен американской компанией Tesla, которая выиграла в июле тендер на сооружение этого объекта. Глава компании Илон Маск пообещал, что если эта гигантская батарея не будет сооружена в течение 100 дней после подписания контракта, то ее передадут штату и Южная Австралия бесплатно. В результате сотрудники Tesla сумели уложиться в жесткий график, определенный ее главой. Аккумулятор PowerPack установлен неподалеку от города Джеймстаун и занимает площадь, сопоставимую с футбольным полем. Он будет заряжаться в частности от ветровых электростанций транснациональной компании Niain и способен в случае необходимости снабжать энергией жителей более 30 тысяч домов. Китай считает столицей фальсификата. Здесь подделывает все, от косметики и продуктов питания до медицинских препаратов и даже автомобилей. Но именно китайская компания Valimai разработала маркировку, которая призвана решить проблему. Наклейки с метками дают покупателям понять, что товар не поддельный. За последние годы Китай потрясло несколько крупных пищевых скандалов. Среди них обнаружение тяжелых металлов в рисе, использование источного масла в ресторанах и продажа сухого детского молока с химикатом меламином. Все это заставило китайских потребителей переключиться на импортные товары. Однако за этим сразу последовала волна нового фальсификата. Теперь же на завезенные европейские бренды наклеивают маркировку. Пути поставки тоже можно проследить, поскольку каждое сканирование отображается в системе. Можно узнать, где товар был произведен и упакован, и где въехал на территорию страны. При открытии упаковки передатчик ломается. Это значит, что даже если кто-то попытается использовать маркировку заново, то для этого потребуется целая лаборатория. При этом за душевное спокойствие придется платить. Товар с маркировкой стоит примерно на 20% дороже, чем тот, что без чипов. В будущем компания планирует внедрить свою технологию и в других странах. Такой уровень защиты есть только в банках. На каждом лейбле чип радиочастотной идентификации, а на нем определенная информация, которую невозможно перезаписать. Когда покупатель сканирует его при помощи телефона, данные на чипе обновляются. То есть подделать подобный лейбл теоретически просто невозможно. На заседании в Вене представители стран, входящих и не входящих в ОПЕК, договорились продлить ограничения на добычу нефти до конца следующего года. Квота сокращения сохранится на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки. Россия, возглавляющая группу стран-партнеров ОПЕК, призвала создать четкий механизм раннего выхода из соглашения. Он необходим, чтобы на рынке не начался дефицит, цены не повышались слишком быстро, а американские шельфовые фирмы менее активно увеличивали добычу. ОПЕК также решил ограничить добычу в Нигерии и Ливии на уровне 2017 года, ниже 2,8 миллиона баррелей в сутки. Нынешний договор о сокращении добычи нефти истекает в марте 2018 года. Его продлят на 9 месяцев. Я рад сообщить, что решение было единогласным. Это то решение, которое многие из вас торопили нас принять, а именно продлить соглашение до декабря 2018 года. В прибрежном городе Канви-Айленд на востоке Англии и в окружающем его районе Каслпойнт почти 73% избирателей на референдуме проголосовали за Брексит. Однако теперь многие местные жители уже не уверены, хотят ли они выхода страны из состава ЕС. Наибольшее недовольство здесь, да и в остальных регионах Великобритания вызывает суммы, которые страна должна будет заплатить за развод. Недавно премьер-министр Тереза Мэй сказала, что правительство готово покрыть все свои обязательства. Они могут достичь 65 миллиардов долларов. Великобритания должна покинуть состав ЕС в марте 2019 года. Однако до сих пор достичь прогресса в переговорах по ключевым вопросам пока не удалось. Руководство Евросоюза отказывается переходить к обсуждению вопросов взаимоотношений между сторонами, пока не решат ключевые для него проблемы. Среди них права граждан Евросоюза, живущих в Великобритании, стоимость выхода и граница с Ирландией. Официальный ЕС еще не подсчитал сумму счета за выход. Однако, как предполагается, Лондон будет делать выплаты и после Брексита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова